Привет, друг! С тобой Эван, мы продолжаем играть на сервере CCD Planet сервер номер 2. Все как всегда и большое спасибо за актив под предыдущим роликом, конечно, хотелось бы больше, но и на этом спасибо. Где мы продавали Rolls Royce за 1 рубль и вы меня замотивировали продать еще одну тачку, только не за 1 рубль, а за один кристалл, который стоит позади меня. Да и кстати, вы не только меня замотивировали, но и других игроков на этом сервере. В принципе, вот можете посмотреть вставочку. Я тут заметил не только Aventador за 1 рубль, но и M2 за рубль, Rolls Royce за рубль, Superfast за рубль, 488 за рубль, Huracan за рубль, Challenger за рубль, Banan за рубль и 222 за рубль. Мда, тренд местный. Не, ну сзади текстуры прогружаются, уф. Кто шарит по настройкам CCD Planet, напишите пожалуйста в комментариях, либо в Дискорде, я оставлю ссылку в описании, как ее правильно настроить, чтобы не лагало и нормально выглядело. Ну, либо ENB какой-то скиньте или что-то такое. Поэтому, сегодня нам предстоит купить какую-то тачку, еще сам не знаю какую, сделать по классике винильчик, выставить, ну и продать. А в конце я не буду говорить, будет интервью с покупателем или не будет, потому что так нового владельца Rolls Royce я не встретил. Поэтому и желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. А мы начинаем. Ну что, ребят, давайте посмотрим, сколько у нас там этих жетонов, кристаллов. А всего у меня есть 5 кристаллов на этом сервере. Ну да, потому что я там половину кристаллов просрал на покупку тюнинга на Е36, на покупку тюнинга на Rolls Royce, кстати, когда только его добавили. Поэтому, да, в итоге у меня сейчас есть всего лишь 5 кристаллов. Но я надеюсь, у покупателей моей новой тачки их будет поболее. Дорогой дневник, что же мне выбрать? Вот такой вот Хуракан Спайдер. Вот такой вот Авинтадор. Или F90. Я не хотел много тратиться. Вообще не хотел. Но MMM 48877 Это очень дорого. 30 лямов на ролик, пацаны. Обязательно поставить лайк должны. Обязательно. My history not stories. Поэтому мы снимаем жесткий контент. И вы готовы увидеть, что я прикупил? Хотя вы только что смотрели, да. И я прикупил Ferrari 488 Pisto. Вовесен, конечно, на сток цвете. Ну и пофи, в принципе. Но самое главное. Здесь номера MMM 48877. Без флаг. Плюс еще рамка красивая. Многие могут сказать, блин, этот номер ничего не стоит. Он подходит только 88. Да, но это CCD 2. Ему уже почти 8 лет. И как бы прокупить вот такой вот номер. И держать его на CCD. Это тоже много чего стоит. Поэтому сбиваем тела нафиг. Ладно. Давайте заправимся 85. Посмотрим, что здесь по максималке. 29 тысяч пробега. А так, я могу посмотреть. ПТС, да. Так, 1. 4 вернее. 8. 12. 16. 20. Я 20 владелец. Охереть. Так, мы приехали в Сан-Фьерро. Давайте заедем. Посмотрим, что здесь вообще. По чунингу стоит. Что можно поставить. Вот если честно, я бы вот эти реснички убрал. Потому что они какие-то страшненькие. Но пацан заплатил за них 144 тысячи. Так что давайте лучше оставим. Позврат в сток. Нет, не спасибо. Ну блин, что он не поставил. Боковые юбки как бы сюда надо поставить. Ну да, короче, поставим только еще боковые юбки за 56 тысяч. Может ему просто денег не хватило. Теперь оно как-то смотрится более целесно. Ну я думаю цвет можно поменять. Хотя в Феррари должна быть красная. Но хотя бы диски черные сделать. Ну типа что-то такого. Самый прикол в том, что здесь стоит перламутровая краска. Ну цвет перламутра на красный сделаем. Да и все. Если бы она еще была бы кабриолетом, было бы вообще идеально. Опа, еще один кристальчик. На базу ЧИХ. Самая главная битва. Хуракан против Феррари 488. Он конечно на чипе. И на бензине. Пиздец он улетел. 7 и 1. Противник. Я 8 и 5. Но меня больше всего бесит в этом то, что я еду. И все такое в квадратиках. Это капец. Такое чувство, как я сижу. Нормально чириад прорисовывается вообще? Как я сижу на компе, не знаю какого года. Если вы на Токио. Если вы не хотите, не хотите, не хотите, не хотите, не хотите, не хотите. Fast and furious. Кстати, нормально, на валюту. Перед тем, как продать наш автомобиль, мы, конечно же, заезжаем на моечку в СФ. И надо ее помыть. И потом делать аж винил. Я думаю, этого достаточно. Ой-ой-ой. Теперь вообще идеал. Вот так же. Это же CCD Planet. Я же могу вот так сделать. Ооо. Чин-назес. Ну что, винил. Салам алейкум. Я думаю, сегодня будет все намного проще. Если у нас всегда были кнопки Ютуба, то так как сегодня мы будем сливать нашу Феррари за... Можно стекла закрыть, да? А, здесь уже их нельзя закрыть. Окей. Так мы будем сливать нашу Феррару. Феррару, да. Феррари за один кристалл. Поэтому, я думаю, можно облепить всю машину значками кристаллчика. Прошло совсем немало времени. Именно плюс-минус два часа. И я наконец-то доделал винил на 488. И она настолько офигенно выглядит, что... Может мы ее не будем разыгрывать? Хм. Ну ладно. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Тоже вопрос. Ладно. Сейчас не об этом. Меня, конечно, бесит звук компа. Хотя он раньше так не гудел. Да он, в принципе, и не гудит. Почему микрофон стал его лучше улавливать, чем меня? Что же я сделал? Так как это наш Феррари за один кристалл. Поэтому и взял зайти вот этот кристалл, который мы использовали в предыдущей серии на Rolls-Royce 1. И решил забахать вот такой вот винильчик. Винильчик у нас идет полностью вся боковая часть. Передний бампер понизу. Бок-бок-бок. Жопа немножечко. И немножечко, как бы, стоек и крыша. Впереди у нас на вот таком вот горбе находится большой кристалл. И внизу я думал, что же написать. Типа за один кристалл, либо за один КР. Типа как мы раньше писали. Но выглядело у нас слишком колхозно. Поэтому я написал просто Free. То есть бесплатно, можно сказать, за один кристалл. Вот такой вот винильчик. Потом сбоку у нас ничего особо нет. Сверху написано Rec. То есть записывается. Ну и сзади у нас, как бы, Телеграм мой. Ссылочка в описании. Заходите, подписывайтесь. Ежедневные конкурсы. Вот и кнопочка Ютуба. Чтобы было понятно, что это не только Телеграм. Как бы Ютуб тоже. Ну, может кто-то догадается. Может нет. Номера. И здесь я решил не до конца делать кристалл. И выглядит, мне кажется, очень охеренно. Ну, прям очень. Мне капец как нравится. Сначала я начинал с этого крыла. Не особо вышло. Есть такие вот моментики, да, по крылу. Здесь типа нет. А здесь вот и есть. Но из-за того, что эта моделька еще тревая по винилам. Вот видите, например, кристаллик. Но он не перерисовывается на другую часть крыла. Ну, как-то так. Поэтому, я думаю, за 10 метров видно не будет. Ну, так как она выглядит. Это просто бомбически. Бомбезно. Ваши ставки. Осталось 4 литра. Успею ли я заправить... Уже 3 литра охереть. Успею ли я доехать до заправки. И заправить ее топливом. Которое находится на красном кольце. 2 литра. Мне кажется... Как минимум, докатиться я должен. Я уже скатился как бы. Все. Ой-ой-ой. Прямо по таймингу. 98 плюс. Сотый. Не будем заправлять. Все равно уже тачка не наша. Может, вообще 20 литров залить? Ладно. Фуллбак зальем. Кстати, насчет фуллбака. Здесь в инвентаре что-то есть. Надо подойти к багажнику спереди или сзади. А, посрать, я понял. Ничего нет. Окей. Ну что, ребят. Мы приехали опять на этот аукцион. О-о-о. Я даже не видел, что номера вот так продаются. Lexus LFA, Lexus LFA, 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 LFA. Можно мне в GT5, пожалуйста, такое? Короче. Плюсик. Транспорт. Валюта. Продолжить. 488. Продолжить. Начальная ставка. 1 выкуп. Давайте сделаем. А, не будем выкуп делать. На 12 часов, либо на 24. 24 часа это будет 18.47 уже завтра. Я хотел, конечно, видос выпустить 31 августа. Как бы последний день лет. Ну и посрать. 10 тысяч стоимость публикации. Пока, машинка, ты была хорошая. Жалко описание, нельзя где-то добавить. Всю информацию по нему вы найдете в моей ставке лота. Окей. Да, реально. Вот за 1 кристалл. А транспорт можно как-то здесь посмотреть. Вот, кстати, еще чел продавал. Мы могли сейчас пиарить это объявление, как я делал в прошлом ролике. И в прошлом ролике Rolls-Royce сразу же выкупили. Ну, полностью можно сказать. А потом аукцион просто закончился и все. Ну, это с деньгами хорошо. Но с кристаллами другая же ситуация выходит. Потому что кристаллы есть не у всех. А если кто не шарит, как получить кристаллы? Кристаллы можно получить только... Ну, теперь уже тремя способами. Первый это каждый день заходить, забирать по 10 кристаллов. Второй способ это донатить на кейсы в F10. Вот эти. И из них себе могут выпасть кристаллы дополнительно как бонусом. И третий способ это продать твой автомобиль за кристаллы. Поэтому кристаллов не так уж и много у людей на CCD Planet. Поэтому, я думаю, можно и пропиарить. Да еще и телегу пропиарим. 5 часов за 70 тысяч. Ну, ладно, погнали. За один кристалл Ferrari 488 на 488. Мам, не упусти шанс попасть в ролик. Ну, все. В 6. Поехали, посмотрим, кстати, может кто поставил, может нет. Пропиарил. И в группе в телеграме, и в объявлениях. Теперь осталось лишь поставить на телефоне будильники через час и заходить на сервер. И надеяться, что кто-то поставит нормальную сумму. Потому что, если я за нее получу кристаллов 30, то это будет, конечно, прикол. Это будет пиздец. Способ, как всрать 30 миллионов на ровную месть. Ну, и пару часов своего личного времени. Ну, какая же она охеренная. Ну, что, ребят, прошло полчаса. Давайте посмотрим, что по моему объявлению. 200, блядь! Кто это, нахуй? Хавито. Да пиздец! Короче, пацаны, следующий... Сори за это, но... Следующий эксперимент, блядь, я не буду нигде рекламировать. Просто нигде. Потому что это пиздец. Опять какой-то чел 200 нажал, чтобы перебить ставку на 220. Да у кого есть 221 этот кристалл? Это почти месяц надо ебашить. Да все их просирают сразу же. Не, я все-таки считаю, что кто-то еще поставит. Но 200 это пиздец сильно. 20 минут прошло, сука. 20! На следующий раз точно будет какая-то непримечательная тачка. Никому не интересно. Нигде не пиарится. Вообще в розовую покрашена. Кстати, интересный факт в том, что я не хотел разыгрывать Феррари. Я думал купить все-таки вот такой вот старый гелик. На каком-то номере. Либо уже новый на тюнинге. Потом думал на F90. Ну, и дальше вы поняли, что я купил. Мне кажется, или вот такие люди, как я и сзади меня, могут выставить такой дорогой суперкар за кристаллы. Его, конечно же, никто не купит, потому что ни у кого нет денег. Ну, вот, кстати, опять автомобили с нуля рублей. И я надеюсь, там кто-то... О, 244. Уже не конец. И это Британия. Британия поборется за этот Феррари. Итак, 10 часов утра. Последний раз я заходил, можно сказать, 12 часов назад, да? Пока что моего лота вот здесь, в горячих лотах, нет. Что достаточно обидно. Обидно, наверное, из-за того, что... Обновить лота нет. Из-за того, что категория здесь стоит в рублях. А если мы поставим... А, блядь, транспорт надо поставить. Все, погнали. А, и можно теперь как-то поиск убрать? Ага, похер, да. Окей. Блядь, я все проебал опять. Да почему всю ночью, пацаны? Ночью спать надо. Ночью спать надо. Хавита перебил уже на 716 кристаллов. Следующая ставка 789. И вряд ли кто-то перебьет. Хотя у нас есть еще 8 часов. Но за такую лялю... Крех и... Не отдать 800 кристаллов. Если этот ролик посмотрит каким-то боком... Разработчик сети Планета. Или хотя бы администрация, у которой есть связь с разработчиками. Пожалуйста. Добавьте историю аукциона, историю ставок. Чтобы ты смог где-то нажать. Либо где-то у тебя был список. Вот по типу такой вот клавиши. И у тебя был бы список всех ставок. Это очень интересно. Неплохо так апгрейдит систему аукциона. Пол. Второго. Да. Аукцион. И мы уже спойлерили, что 869 кредитов. И кто это? Рандом стайл. Рандом стайл. Это еще не конец. Я чувствую, будет закосарь. Очень много людей. 3 часа дня. Остается там буквально сколько? 3 часа, да? До конца аукциона. 957 кристаллов от морковки. 3-3-3. 3 часа 43 минут. Что же будет дальше? Никто не знает. Я же не один только что это видел. Только что лот с 900 сменился на косарь. Хэштег 18 рус появляется у нас в гоночке. И идем дальше. Косарик это уже неплохо, но это мне кажется все равно мало. Ребята, ребята, ребята. Остается 9 минут, а ставка остается прежней. 1000 кредитов. Ханна коту под хвост. Последние минуты никто же не перебьет. Последняя ставка должна быть 1160. Мне кажется, таки никто не перебьет, потому что это достаточно большая сумма. 1054 кристалла. Ушло. Моих лотов больше нет. Транспорта больше нет. И через пару минут должен появиться у меня в завершенных лотах. У меня крашено. Я не знаю, договорил я, не договорил. Напишите... О, привет. Напишите в комментариях... Это Феррари, если что. Я узнал по замененке и по дискам. Напишите в комментариях. 1050 или сколько там. Это много или это дешево? Классная машинка. Садись, задам тебе пару вопросиков. На видео продавал, значит, сел уже шарит. Хоть бери, себе покупай такую же и просто копируй весь винил. Давайте зададим ему все-таки пару вопросиков. Хоть и с владельцем Роллс-Ройса нам не суждено было встретиться, но с владельцем Феррари, слава богу, нам суждено встретиться. Вот поэтому мы зададим ему несколько интересных вопросов. Расскажи, как долго играешь на сервере и знаешь ли ты меня? Тебя знаю. Как долго смотришь или знаешь меня? Ну, примерно две недели назад начал. Случайно не после ролика с РР? Да, после него, понял. Вот, видите, пацаны, как бывает? Вопрос номер два. А откуда брал кристаллы? И остались ли у тебя еще? Я их копил и скупал. Скупал через аукцион. Скупал для перепродажи, да, через аукцион. И вот, случай подвернулся, что те кристаллы, которые я купил, пригодились. Осталось. Плюс-минус сто. Челику прям, прям, прям повезло. Хотя одну ставочку он еще мог сделать. Как тебе машина, винил? Машина интересная, будет хороший опыт. А винил такой себе. Да, обидно сейчас было. Номер прикольный. Номер охеренный. Что будешь делать с авто в будущем? Покатаюсь, наверное, не буду продавать. Так, наверное, или точно? Кстати, давайте тем временем проверим, сколько у него вообще часов на сервере. 39 часов. Стоп. Хотя у меня, сейчас я вам напомню, сколько часов. 123 часа. Посмотрим. Ну, это останется загадкой, откуда у него 39 часов и столько денег. Все, тогда спасибо за интервью. И надеюсь, завтра, именно 1 сентября, будет ролик. Ну что, ребят, как-то такой вот ролик получился. Я надеюсь, тебе он понравился. Обязательно поддержи лайкосом. Если это так, а если это не так, то передумай. И обязательно поддержи лайкосом. Напиши в комментариях, как это, во-первых, дорого или дешево я продал. Стоит ли делать такие же эксперименты, только, возможно, с другими тачками. Или какой-то новый эксперимент и хз. Подписывайся на канал, здесь выходит очень много интересного, полезного и веселого контента. Обязательно нажимай на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. И никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Левен. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.